Здравствуйте! Сегодня будем готовить гречку по-купечески. Для этого нам понадобится гречневая крупа, куриная грудинка, морковка, перчик, томат и лук репчатый. У кого нету болгарского перца, можно приготовить и без него. Тоже очень вкусно. Нарезаем мелко кубиками куриную грудинку. Чем мельче, тем лучше. Кто как любит. Мы обычно делаем мелко-мелко. Теперь нарезаем следом репчатый лук. А грудинку я поставила уже обжаривать. Пока она обжаривается, быстро нарезаем овощи. Вот грудинка у нас обжаривается. К ней мы добавляем репчатый лук и потихоньку нарезая кубиками следующие овощи добавляем сюда. Продолжаем нарезать наши овощи. Перчик. Я вот советую, у кого есть дома помидоры, можно заменить на томатную пасту. Это уже летом. Когда летом вы готовите такой обед, вы можете заменить помидоры. Очень тоже вкусно. Например, зимой болгарского перчика нету, когда мы можем добавить просто морковки больше и приготовить без болгарского перца. Вот нарезали. Сейчас будем отправлять тоже в сковородку. А теперь в наш сковородку добавляем перчик. Также все обжариваем. Осталось добавить только морковку. Сейчас нарезу морковь и тоже следом положу. А теперь мелко также нарезаем кубиками нашу морковку. После надо будет гречку промыть. И кто как делает. Например, многие вместе с овощами сразу гречку тушат. А я, например, хочу отварить ее отдельно, а позже смешать. Вот, нарезали морковку. И тоже добавляем нашу морковку. Все. После оставим все это тушить. Закроем крышкой. Поперчим, посолим. И доведем до полного приготовления. А гречку отварим отдельно. Добавляем теперь томат. Томат. Это тоже по вкусу. Кто как любит. Кто-то любит много томата, кто-то любит меньше томата. Вот сейчас возьму и все перемешаю. Вот видите, какое красочное блюдо. Так же, например, гарнир можно заменить даже гречкой. Гречку можно заменить на рис, на картошку можно заменить. Так же можно заменить на макарошки. И сделать как пасту. Тоже как любит. Вот все. Томат мы перемешали. Огонь сейчас убавим. Я уже заранее блюдо посолила, поперчила. И сейчас будем тушить на маленьком огне. Вот, промываем нашу гречку. Сейчас промоем ее хорошенечко и поставим варить. Добавляем нашу гречку водой. Сейчас сварим ее отдельно. И после уже добавим гречку к нашему рагу. Можно готовить вместе все. Сразу вот сюда насыпать гречку, в принципе. И вместе с гречкой залить водой и потушить. Но так будет очень калорийно и жирно. А мы любим более постное. Наша гречка уже сварилась. И сейчас начинаем перекладывать нашу рагу в эту сковородку. И такming теперь нанимите, чтобы чистить ее находились ultimately в affects morning. Какой это из-за Finlandа. Я могу повторить нужно зап shaft, я tenure. Если я хочу, я готовить京. Какой-то трех. Вот этот лиц. Я сегодня немного десяти vezes. Смотрите продолжение в следующей серии. И потихоньку перемешиваем, чтобы вся гречка пропиталась гарниром. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите, какая красота, как красиво выглядит эта гречка. Наше блюдо готово и подается на стол.